картинка в картинке уже прикольно ладно все пора начинать видео подпишись всем привет меня зовут снежана и рада видеть вас на канале bird space сегодня будет видео оля дорого дешево и я хочу сравнить именно цены на птиц не только на птиц вообще на всех домашних животных стоит ли брать отказников или выбирать только лучшие питомники конечно же я на своем примере знаю как тяжело пристроить птичку до сих пор не пристроила одну самочку после разведения своих волнистых бугаев я знаю систему продажи я знаю перекупщиков знаю как все это работает изнутри и естественно я осведомлена о цене на животных настоящий момент у меня есть свое мнение на этот счет и этим мнением я хочу с вами поделиться но сегодня мне помогут мои друзья и это совместное видео с несколькими каналами и так своим мнением на этот счет поделиться с вами виктория с канала джесс life pets у нее как раз вылупились чудесные птенчики волнистые попугаи она прекрасно знает какая ценность у этих животных также элинар с канала пернатая банда расскажет вам свое мнение поделиться своим опытом тем более у него уже было несколько питомцев узнать какая их стоимость где лучше купить или лучше как он найти своего пернатого любимца также ирина с канала пернатикс лайф расскажет вам стоит ли брать дорогого питомца или же обычное домашнее животное возможно как от которого отказались будет чудесным членом вашей семьи и конечно же все ссылки на моих друзей в описании обязательно посмотрите их видео подпишитесь на их каналы и я думаю все нам будет очень приятно ну а теперь давайте я поделюсь с вами своим мнением как вы знаете у меня жило огромное количество птиц жила и живет и слава богу и разные случаи были попадение этих животных мою семью иногда у меня были на передержке животные от которых просто отказывались то есть ну было условие просто сберите их от меня какое-то время действительно я принимала таких животных мне писали снежана я видел ваш канал я хочу чтобы вы забрали мою птичку и несколько раз я брала действительно брала но теперь все стало по-другому я все чаще и чаще отказываюсь на самом деле рассматриваю каждый случай когда они предлагают взять птицу потому что каждая птица своя история за кого-то мне предлагают доплатить за кого-то просто заберите даже с клеткой отдаю просто заберите и когда ты уже столько лет занимаешься животными ты знаешь сколько они стоят ты знаешь какой потребуется за ними уход то ты уже начинаешь как-то все это осмысливать например если вы знаете птички на самом деле стоит не очень дорого любая птица стоит не очень дорого даже и вы если вы мне сейчас пример приведете кого-нибудь не из маленьких пугайчиков а из средних ну хотя бы возьмем александриска попугая цена рыночная на этих птиц я уточняла стоят они 500 долларов на данный момент это такая средняя цена которая вот продается птичка на птичьем рынке вам недавно показываю видео 500 долларов окей вы скажете ладно я накоплю на эту птицу будет все окей но сопутствующие расходы поверьте будут куда больше если вы захотите купить классную клетку который до сих пор у меня нет потому что я не нашла ту клетку которая хочу потому что для александрийских нужна более длинная более широкая более высокая идеальная пока не нашла даже есть средства но нет по и клетке которая реально подходит и не всегда можно ложиться в 500 долларов кормление это не только сухой корм точнее это вообще не только сухой корм представьте сколько всего нужно птицы и говоря уже о кормлении о содержании сколько нужно времени уделять ей самой иногда мы пересчитываем на деньги все что можно сказать заботу вы иногда приравниваем деньгам но это самом деле не так это понадобится еще внимание ну бесплатно абстрагируемся от таких понятий как внимание будем оценивать только все в денежном эквиваленте окей смотрите отдают вам животное и неважно это кошка собачка морская свинка и вы да такие радостные что вам достанется бесплатно берете и и когда понимаете что такие вот отказники не всегда здоровы представьте в какую сумму может вылиться лечение такой такого животного такой птицы такого кота или собаки представляете и то же самое происходит повсюду я заметила что многие берут а потом просто не гравшись могут опять кому-то отдать и это не есть хорошо у каждого животного есть своя ценность есть своя стоимость и как я рассказывал в одном из видео не нужно отдавать животные бесплатно например птичка окей допустим вы их разводить и вы решили от них избавиться избавиться в кавычках просто вы решили кому-то отдать и бесплатно и вывесили свое объявление о отдаче в дар такой птич на это объявление могут откликнуться именно перекупщики чтобы с вашей птичкой после этого непонятно но если вы поставите цену более-менее соответствующую рыночной цене на нее перекупщик не будет откликаться потому что у него есть свои птицы которые придает такой же стоимости и мы просто банально будет невыгодно покупать у вас птицу чтобы потом ее перепродавать без наценки это пожалуй все мои мысли на этот счет конечно я после видео опять же наверное буду думать о том что я что-то забыла сказать но единственное не забудьте подписаться на канал моих друзей спасибо за просмотр всем пока